Приветствую вас. Для начала давайте попробуем подумать, что вы потеряли для себя в своем нынешнем состоянии, в своем нынешнем положении. То есть вот что было до того, как вы, например, вышли замуж, и до того, как у вас родился сын. Вы принадлежали самой себе, вы что-то делали, вы чем-то занимались, у вас были какие-то интересы и так далее. После того, как вы стали замужней женщиной, вы, получается, полностью свои интересы задвинули на второй, а то и третий, четвертый план. Вы бюджет сдали мужа, то есть у вас бюджетом управляет мужчина, не вы вдвоем распределяете доходы, а мужчина. И у вас к нему явно не очень доверительные отношения, потому что вы пишете, не знаю, я не знаю, могу ли вообще что-то у него попросить. Знаете, в семье, вообще говоря, все имущество, по крайней мере, все совместно наше имущество, оно как бы все делится пополам. Более, что у вас есть ребенок. И вы имеете полное право себе что-то позволить. А мужчина не имеет права указывать вам, что у вас есть что-то, и что, в общем-то, покупать вы ничего себе не можете. Да, он может высказать свое мнение, он может сказать, что у вас есть одежда, и что у вас, например, есть платье, но он может именно сказать. Он не может вам, как бы, указывать и настаивать на свое мнение. И возникает к вам тогда вопрос, а почему и как вы это позволили? Почему вы допустили такое к себе отношение, что муж за вас решает, как будет тратиться с семейными бюджетами? Ну, предположим, у вас есть, как бы, статья расходов. Эта статья расходов подразумевает что? Она подразумевает, значит, расходы на, там, семейные нужды, расходы на ребенка, что-то еще, и остаются какие-то свободные средства. И вот эти свободные средства каждый из вас должен тратить так, как ему хочется, если у вас нет цели на что-то копить. Но если мужчина этого не делает, если мужчина предпочитает не давать вам деньги, не покупать что-то, значит, он на вас не ваботится. И он не хочет, чтобы вы выглядели хорошо, чтобы вы себе нравились, а значит, нравились и ему тоже. И понимаете, связано это с тем, что вы абсолютно и полностью перестали отстаивать свои интересы. И возникает вопрос, а почему вы перестали отстаивать свои интересы? Опять-таки, то, чем занимаются ваши подруги, может быть, вам и не подходит. То, чем занимаются другие люди, вот это вот путешествия, там, встречаются, веселятся, может быть, вам это все не подходит, мы этого не знаем. Правда заключается в том, что вы себе не принадлежите. Вот муж уверен, что себе принадлежит, а вы нет. И получается какое-то неравнобравие в отношениях. Кроме того, мужчина не хочет о вас заботиться, есть что-то для вас делать, что как бы тоже немножечко вызывает вопросы о природе его отношения к вам. То есть, что это за отношения такое, когда любящий муж, любимый мужчина не заботится о том, чтобы его женщине было хорошо. Не совсем понятно. И вот это в первую очередь нужно прояснить. Почему вы соглашаетесь с тем, что мужчина вот так говорит? Откуда у вас есть неуверенность в себе? Дальше. Дальше вы говорите о том, что вы вместо того, чтобы покачать пресс или попреседать, лучше почитаете книгу. Ну, собственно говоря, давайте подумаем так. Вот вы говорите, я почитаю там лучше роман. Хорошо. Что есть роман? То есть, что по сути есть в романе? В романе есть те эмоции, те переживания, которых вам, по-видимому, не хватает. И, соответственно, для того, что вам этого не хватает, вы и тяготеете к тому, что почитать книгу, например, вместо того, чтобы делать что-то для себя. Потому что вам этого не хватает. То есть, есть потребность и есть формула удовлетворения этой потребности. В романе вы находите то, что вам не хватает. Но согласитесь с тем, что роман это всего лишь книга. То есть, это то, что происходит в каком-то определенном вымысленном мире. Не с вами, а с другими людьми. А вы как бы наблюдаете за тем, что происходит. И получается так, что, наблюдая за тем, что делают другие люди, вы, ну, в частности, персонажи рэк-книги, вы нужны, значит, в том, чтобы раз за разом им сопереживать, раз за разом, вновь и вновь, переживать их чувства, их эмоции. И как бы оказывать их в зависимости от этого. То есть, вы должны читать книгу для того, чтобы получить то, что вы хотите. И вместе с тем, вам нужно будет постоянно, вновь и вновь, получать порцию, чтобы вновь и вновь это испытывать. В итоге это, надеюсь, вы понимаете, пусть и никуда. То есть, вы не работаете со себе, вы не забеспокоитесь о своей фигуре. И вместо того, чтобы это делать, вы просто-напросто используете самый легкий способ удовлетворения своих желаний. Почему? Потому что вам внушили, что на них вы не имеете права. И тогда, как правильно сказал мой коллега, вам нужно думать о личном пространстве. У вас оно ограничивается только тем, что вы читаете книгу. Но книгу вы читаете как форму реализации ваших желаний. А чего вы хотите для себя? А что вам нужно? А чего вы желаете? Вот вы хотите ощутить свободу. Вы говорите, что вы хотели бы вернуться в студенческую пору, когда все было иначе. А студенческая пора – это пора свободы. Но что для вас значит свободно? Ведь вы сейчас уже не студентка, и вы вряд ли сможете вести себя так. Значит, вам в студенческой поре что-то нравится. Вот и давайте попробуем исходить из этого. Что в студенческую пору вас привлекает сейчас больше всего? Понятно, что когда вы были студенткой, вам нравилось все. Потом, когда вы стали быть студенткой, вам нравилось другое, сейчас вам нравится третье. Так вот, важно, чтобы вы прислушивались к своим желаниям, важно, чтобы вы их знали, и чтобы вы их недооценивали. Потому что по вашему сообщению получается так, что вы не уверены в вас сами в себе, свои желания вы предпочитаете подавлять, и в итоге это делают другие люди. Другой вопрос – как давно вы это делаете, как долго вы это делаете, и так далее. Вот, вы пишете, надо экономить. Откуда это вообще пошло? Шляет идею. Ваша идея или идея мужа? Ага, если надо экономить, то как происходит процесс экономии? Нужно с мужем провести инвентаризацию средств. Оптимизировать доходы и расходы. Но из-за того, что вы предпочитаете отдать семье, своей семье, все, себе не оставить ничего. Из-за этого и происходит такая ситуация. Дальше у вас наблюдается такой переход из одного, если честно, в другого. Значит, вы пишете, что лучше почитаете книгу, и в итоге мне не с кем общаться. Подруг почти всех потеряли. Давайте подумаем так. Значит, что вы делаете? С собой заниматься вы не хотите. Вопрос – почему не хотите? Наверное, потому что не для кого-то, а мы сюда на вас смотрим только мужчины. Только мужчины. А почему вы не хотите быть для мужчины красивыми и привлекательными иногда? Потому что вы для себя перестали хотеть этого-этого. Вопрос – почему вы перестали хотеть для себя этого? Потому что вы принадлежите не себе, а другим людям. Мужу, сыну, бабушке, может быть, работе. Но не себе. Понимаете, для того, чтобы прошло все-таки ни много, ни мало, как минимум два года, скорее всего, больше. Прошло, ну, скажем, давайте для удобства возьмем три года. Прошло три года. За эти три года вы, безусловно, поменяете себя. То есть у вас сменилась система ценностей, но это однозначно, потому что вы стали матерью. Но какие-то свои желания все равно у вас остались. Вам нужно выкраивать время для себя и читать роман не от безысходности, а отталкивать от легких сил. Ага, придут же для себя и понять, что вы хотите. Я думаю, что для вас, вот, именно в этом месте, лучше всего определить, что привлекает вас в студенческих тарелках. Ну, об этом я уже сказал. А теперь по поводу подруг. Вот вы говорите, я собой заниматься не хочу, лучше почитаю книгу, и в итоге мне не с кем общаться. То есть, что же общего у вас было с подругами? Давайте вот так подумаем. Что это вообще за подруги, которые, ну, позволили себя потерять? Как вы думаете, потерялись бы подруги ваши, если бы они этого не хотели? И как вы думаете, потерялись бы подруги настоящей? Ведь не тот ли настоящий друг, который всегда примет другого, своего друга? Не тот ли настоящий друг, который всегда будет рядом? Не тот ли настоящий друг, который всегда будет ждать и будет рад принять человек? Да, таких людей очень мало. Один, два, не больше. И возникает вопрос, были ли все люди, которых вы считаете подругами, действительно подругами, если они ушли от вас сразу же, как только ваши пути разошлись? Давайте будем честны и скажем, что, наверное, Ну, е, наверное, е, вас с вашими подругами объясняли некоторые общие интересы, которые заставляли вас думать, что вы друзья. Ну, как только эти общие интересы нашлись, сразу же всякая дружба закончилась. Это означает, что духовный мир, по крайней мере, ваш, людей не интересует. И это уже прямой вопрос к вам. Как вы подаете свой внутренний мир? Как вы подавали его раньше? И как вы подаете его сейчас? Как вы осознаете себя? Любите ли вы себя? Уважаете ли вы себя? Оцените ли вы себя? И судя по вашему сообщению, нет. Потому что иначе, вы не стали бы действовать только в рамках того, что от вас требуют другие люди. Так не потому ли ваши подруги потерялись, а точнее, позволили себя потерять? Что вы перестали уважать себя? Раз вы перестали уважать себя, то и другие перестали уважать вас. И для того, чтобы ситуация изменилась, нужно начать вновь себя любить и уважать. И вот здесь мне немножечко непонятно. Точнее, здесь вам нужно задать вопрос. В какой момент вы перестали себя любить? В какой момент вы перестали что-то делать для себя? В какой момент вы начали жертвовать собой? И для чего? Вообще говоря, ни одни отношения, кроме, наверное, разве что только отношения матери и ребенка, ну, родителей и ребенка, не подразумевают жертву. Потому что любая жертва нуждается в том, чтобы ее купировать, чтобы ее восполнить. А в вашем случае, да и в любом случае, жертва никогда не восполняется. Она всегда остается невосполненной. Потому что другие люди не воспринимают то, что вы делаете, как жертву. Даже если вы им об этом говорите, даже если они отдают себе отчет, они все равно не могут поставить себя на ваше место и ощутить то, что вы ощущаете. То есть, по-первых, и поэтому вам не нужно, ни в коем случае нельзя жертвовать собой. Еще раз повторяю, исключение только дети. Для детей можно это делать, потому что дети – это особый вид отношений. И здесь счастье ребенка, его успех, его здоровье – это и есть то, что делает вас счастливой. Но в остальном – нет. Если бабочка вызывается сидеть с внуком, это ее выбор. Ее никто не заставляет. Если бабочке тяжело, пусть не сидит. Вообще, подумайте о няне, подумайте о том, что ребенка, как это может быть, самостоятельно оставлять с дома. Или поговорите с мужем, да, как-то организовать этот процесс по-другому. Но, еще раз повторю, бабочка, если она сидит с внуком, это ее выбор. И вы не обязаны лететь с работы побыстрее, чтобы отпустить ее. Потому что, либо бабочка сидит с ее удовольствием, либо бабочка в отпущении сидит. Но нужно это определить. Дальше, что вы пишете следующее? Значит, вы пишете «Убраться, приготовиться, сходить на работу». Вопрос, для чего вы работаете? Тоже вопрос, таких очень важный. Ну вот, вы же вы на полставки. Ради чего? Ради себя или ради того, чтобы поддерживать финансовую сторону вашей семьи? Ну, простите, это ваши деньги, и вы имеете право тратить их на себя. А вот это ваши деньги. Опять-таки. Если вы пошли на работу, потому что вам это нравится, то нужно реализовывать себя в ней. Но у меня создалось ощущение, что ты пошли на работу все-таки ради семьи. И получается, что кто-то, я так думаю, что это ваш муж, внушил вам, что те деньги, которые вы зарабатываете, вы обязаны вкладывать в общую семейную копилку, в общий семейный бюджет. И при этом не получать из них ничего для себя. Ну, правое слово. Вы мать, вы жена, вы сотрудник, но почему-то перестали быть человеком. Понимаете, я целенаправленно избегаю таких слов, как личное пространство и так далее. Почему? Ну, во-первых, потому что вам об этом уже сказал коллега, а во-вторых, мне бы хотелось сразу перейти к тому, как лучше его организовать. Потому что вам это сделать необходимо для того, чтобы вновь обрести себя. Значит, кроме такого пространства, куда бы ни было доступа никому, кроме вас, кроме этого, необходимо представить себя идеально. То есть, кем вы хотите себя видеть? Опять-таки, ориентируясь на студенческий пору, на студенческую пору, на студенческие годы, которые вас сейчас привлекают. Чем они привлекают? Это для вас, по сути, является средством для того, чтобы видеть себя идеально. И вот к этому нужно стремиться. При том, что окружающие вас люди будут всячески стараться починить вас своим видением, своим взглядом, своим, там, целям и так далее. Потому что они социальные индивиды. Ну, во-первых, нужно сказать так. Всегда ли ваш муж был таким? То есть, всегда ли он так вот жестко с вами обращался в плане бюджета? Если всегда, то его менять бесполезно, и вы морального права на это не имеете. Если он был таким всегда, значит, изменилось что-то в вас, и вы перестали этим удовлетворяться, и тогда нужно быть честным. В первую очередь с ним. В первую очередь с собой. Чтобы эти изменения принять в себе. И донести до него. Сказать, что вот, иное, дорогое время идет. Мне уже 28 лет. Я чувствую, что я не живу для себя. Я чувствую, что я отдыхаюсь. Я люблю тебя. Люблю нашего ребенка. Я люблю бабушку, но я не чувствую, что я живу для себя. И мужчина, если он вас любит, он к вам прислушается и поможет вам реализовать свои желания. А если нет, то вам нужно это делать накостоятельно. Параллельно пересмотреть свои отношения с мужем. Потому что любовь, это когда человек стремится сделать другого счастливым. У меня не возникло ощущение, что ваш муж хочет сделать вас счастливым. И тогда возникает вопрос. А насколько ваши отношения, ну, успешны? Насколько они искренни? И как относится к вам ваш мужчина, если он не хочет делать вас счастливым? Если нет любви, то, может быть, тогда и не стоит быть в этой семье. Ведь ребенок, он чувствует, что между вами с мужем что-то не все гладко. Ребенок чувствует, что вы несчастный и этим вы вредите ему. Потому что он в силу своего детского восприятия думает, что это все из-за него. И отчасти, кстати говоря, вы ведете себя так, что это действительно правда. Что это из-за него. Ведь смотрите, бабушка сидит с ребенком. Вы вышли на полставки, чтобы обеспечить, как я понял, ребенка. И все это для ребенка. Но ведь вы же понимаете, что так быть не должно. Когда конца, если так будет, то вы можете ненавидеть и мужа, и ребенка, и бабушку. Потому что все эти мешают, они мешают вам жить так, как вы хотите. И, конечно, вы сейчас находитесь в позиции субъекта социальных отношений. Понятно, что у вас есть обязательства перед людьми. Но и про себя забывать не надо. Про желания свои забывать точно не надо. Открутите для себя хобби, увлечения. Говорите мужу четко, что вот два раза в неделю, или хотя бы раз в неделю, я буду ходить куда-то на какие-то курсы, на какие-то занятия. Потому что я этого хочу чистить для себя. Все расходы я тоже беру на себя, например. И вас в этом праве никто не остановит. Но вопрос в другом. Что для этого необходимы условия, и также ваше личное восприятие блоков к этому. Условия, в принципе, я уже вам сказал. Какие это условия? Блоки – это, скорее всего, непринятие себя. То есть, непринятие в себе в каких-то моментах. Вот это вот ваше «я не хочу ничего делать с собой, я не хочу приседать, не хочу качать пресс». Это, по сути, апатия из-за невозможности добиться того, чего вы хотите. То есть, это одна из видов фрустрации. Возникает вопрос, чего вы хотите, и почему вы считаете, что этого нельзя достичь. И начинать нужно жить для себя. Потому что не будете вы счастливы, не будете счастливы с ребенком. И если вы не будете себя уважать, то никто этого делать не будет. Муж, он не проснется однажды и не скажет вам «Ой, ты знаешь, я подумал, что теперь я буду делать для тебя больше вещей, и вообще буду тебе все покупать и так далее». Такого, к сожалению, не будет. Но мужчине выгодно так, как он сейчас себя ведет. И это будет до тех пор, пока вы его этой выгодой не лишите. Только тогда у него появится мотивация что-то пересмотреть в себе, в своих взглядах, в своем восприятии, и начать к вам по-другому относиться. И то при условии, если у него есть любовь, и он думает, что вам так хорошо, что вы так счастливы. Итак, резюмируя, хочется сказать, что направлений работы с вами два основных. Первое – это личностная ориентация, то есть на то, чего вы хотите, кем вы хотите быть, принятие из себя, личные комплексы, повышение самооценки, уверенность в себе и прочее. Да, также потребность ощущать себя женщиной, чувствовать себя силуанной и прочее. И второе направление – это отношения с мужем, возможно, гармонизация отношений, возможно, пересмотр их, если мужчина осознает, что есть проблемы. И, собственно говоря, донесение до него того факта, что вы не удовлетворены, что это для вас серьезно. И анализ его реакции. Понимаете, если реакция будет негативной, и мужчина не захочет идти вам навстречу, здесь уже требуется пересмотр вообще будущего ваших отношений. И да, это риск, но вот это вот важно, что женщина с ребенком никому не интересна, как бы уже намекает на то, что вы позиционируете себя как отдельно, отдельно от мужа. И в вашей памяти женщина с ребенком интересна. Но это зависит от того, как она себя поставит. Понимаете, если женщина несет себя с уважением, с гордостью, если она ведет себя так, как будто она самая красивая, то на нее смотреть будут так. А ребенок – это лишний раз доказательство того, что она, женщина, умеет заботиться и умеет любить. И для серьезного мужчины, взрослого мужчины – это существенный плюс. И так, как вы понимаете, все зависит здесь от вас исключительно и от вашего желания что-то в себе менять, менять свои модели поведения, менять свои жизненные ориентиры и ценности и перестать ждать, что кто-то за вас это сделает. Вы не считаете ответственность за свою жизнь и вы не считаете ответственность за жизнь вашего сына, который напрямую зависит от вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!